В черте города можно встретить не только привычных голубей, ворон или воробьев. Например, на Елагином острове живут четыре разновидности совы. Орнитологи наблюдают там воробьиных сычей, длиннохвостых неясытей, бородатых неясытей и ушастых совушек. Увидеть птицы, определить их видовую принадлежность помогли фотографы. Если под деревом много людей с камерами, значит на ветках точно сидят совы. У нас в студии совы сидят на диване. Каких птиц можно видеть в Петербурге, вне студии телеканала 78 и внутренне. Поговорим с нашими экспертами. Владелица 19 сов Галияна Сибулина у нас сегодня в студии. Галия, здравствуйте. И на связь с полезным утром выходит орнитолог Татьяна Петрова. Татьяна, приветствуем вас. Здравствуйте. Давайте о живой природе поговорим сначала, о воле. Что происходит? Насколько вообще в принципе диковинно наблюдать сову в Петербурге, на Елагином острове в частности? Татьяна. Ну вы знаете, сейчас, во-первых, во время миграции, осенью и весной, необычные птицы появляются в городе чаще. И совы, да, в последнее время они становятся все более известными людям, все чаще люди их находят в парках, могут наблюдать. Даже вот в этом году появилась такая ректость, как бородатая неясысть. А некоторые даже гнездятся, например, ушастые совы гнездятся спокойно в черте города, почти во всех парках. И даже не в парках, а в отдельных зеленых зонах. А длиннохвосты неясысть, и тоже гнездятся в парках. То есть, ну, можно сказать, что да, некоторые виды даже урбанизируются. Татьяна, как их услышать? Вот тот самый звук, который мы слышим в фильмах, когда идем по ночному лесу, или герой идет по ночному лесу, мы такой же звук услышим, прислушиваясь в парках и лесах Петербурга? Я думаю, что в фильмах это зависит от того, что поставит звук оператор. Вот, конечно, у каждой совы свой голос. И в марте как раз вот время песен у большинства видов сов, хотя некоторые уже гнездятся, и даже иногда среди зимы у них бывают совята, но это редко. А в основном сов как раз и ищутся, слушая по вечерам, где они поют. У каждой совы свой голос, можно в интернете поискать по видовому названию. Это несложно ознакомиться, какой голос у кого. Ага. Галия, расскажите о том, что это за сова и как ее зовут? Это бородатая неясыть, да, лунтик, еще я его ласково стрекозик называю. Вот, как раз лунтик показал, как может, какие звуки, да, может издавать, но звуки, они бывают разные, и не только один звук совы, да, то есть может глухой такой звук быть, вот, либо цоканье, ну, у каждого вида свой звук. Вот. А сколько лет лунтику? Лунтику уже третий год. Третий год. А сколько всего живут совы? Ну, смотрите, в природе, конечно же, совы живут намного меньше, чем в домашних условиях. В природе очень много врагов, нужно добывать еду, и, допустим, бородатая неясыть может прожить 5-7 лет. Вот. В домашних условиях при хорошем содержании, кормлении, может, до 45. 45 лет? Да, 45 лет. Сова? Бородатая неясыть. Филин живет даже до 70 были случаи. Это ж на всю жизнь. Да. Фантастика. Конечно. Завел сову и в наследство. Да, 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 через поколение. Татьяна, а если говорить о пропитании совы в Петербурге, чем они питаются, и может ли человек в эту цепочку как-то внедриться, помочь чем-то сове? Совы – это специализированные хищники. Они охотятся на мышевидных грызунов, нередко на мелких птиц. Но человек здесь помочь никак не может, потому что никакой заменитель корма он предложить сове не может. А в парках, на вот этих пикормках, много грызунов живет в том же парке на Элагином острове. Можно видеть мышей, полевых мышей, которые свободно бегают под ногами примерно так же открыто, как бегают белки, и также собирают корм с кормушек. И для вот змеяски, которые там живут, они представляют собой достаточно легкую добычу. Поэтому, скорее всего, поэтому совы там в таком беспокойном месте и задерживаются, не взирая на ворон. Но зато вот много добычи. Ну, я вот подтверждаю по поводу полег, потому что мне сегодня дорогу, я сегодня ехал на автомобиле, я наблюдал сегодня бегущую по снегу полевку. А реагирует ли домашняя сова Лунтик на всевозможную живность, когда гуляет? Вы знаете, у нас дома хомяк живет. Пока еще живет. Живет хомяк. Лунтик просто с интересом наблюдает за ним, но не пытается его скушать, потому что все совы, они привыкли к размороженной еде. Допустим, был такой случай, когда я полярной сове показала живую мышку, она, значит, испугалась. Мышка в одну сторону, сова в другую сторону. Мне потом пришлось эту мышку ловить. То есть привыкшая есть, то есть еда уже подготовленная, то есть не живая. То есть хомяк на всякий случай, чтобы выжить, не залезает в холодильник лишний раз, чтобы не напоминать о том, какую пищу ест сова. Да. Слушайте, у вас 19. Да. Как вы их вообще прокармливаете? Сколько у вас уходит в месяц, не знаю, в денежном эквиваленте или в количестве мышек на этих самых сов? Слушайте, если честно, вот даже не подсчитывала, вот, но такое удовольствие, конечно, не из дешевых, потому что мышки, да, действительно стоят ни копейки, вот. Вот, но есть питомник, с ним договоренность, вот, где в питомнике я большими партиями закупаю мышки, крыски, суточные цыплята, вот. Живем мы за городом, соответственно, где есть большой вольер для маленьких, для больших, вот. То есть, все комфортно, для того, чтобы они прожили долго. Ага. Что касается образа жизни совы, вы наблюдаете их в ночное время или в дневное время? Вы считаете, что они же ночные птицы? Смотрите, да, совы, они, конечно же, ночные птицы, но нужно понимать разницу между дикой совой, лесной совой и одомашненной. А у моих сов они полностью поменяли ритм, да, то есть они живут в ногу с человеком, то есть они, получается, им не нужно охотиться, и они как домашние коты. Вот просто, почему сов называют, да, крылатые кошки, потому что они по интеллекту и они по поведению очень похожи на кошек. Вот, то есть сова получила еду, вот у меня дома кот, он также получил еду, поспал, сова тоже успокоилась, потом раз проснулись вдвоем, побегали, кто-то полетал, ну вот, то есть ночью мы спим. Ну, то есть я сплю спокойно, мне никто не мешает, никто не кричит, вот. То есть, да, конечно, активность какая-то есть, утренняя, там, вечерняя, но, то есть никак в диких. Мы поняли, по дому только с осторожностью передвигается хомяк в ночное время, да, если вдруг ему приспичат по каким-то своим делам. Да, хомяк крутит колесо. С опаской для жизни. Татьяна, что касается Петербурга, в какое время суток можно понаблюдать за собой? Вообще, можно ли ее где-то разглядеть в парках или в лесу? Вообще, у разных видов сов, разное предпочтение, в какое время суток быть активным. Есть даже совы с дневной активностью, такие как ястребина сова, например. Ястребина сова встречается у нас редко, а вот те совы, которые у нас живут, это ушастые, длиннохвостые, наиболее обычные, которых находят, они днем отдыхают, у них как раз вот днем времени активности, когда они прячутся, вот. И активность у них начинается, когда падают сумерки, ушастые совы вылетают на охоту. Можно в парках в этот момент заметить, но в темноте, конечно, не очень хорошо видно. Надо внимательно слушать, наблюдать. Ну, либо дождаться белых ночей, до которых тоже не так много времени осталось. Расскажите о том, как он фокусируется потрясающе. Да, у него зрение бинокулярное, то есть он, видите, да, как глазками так стреляет, отдаляет, приближает. Расскажите об образе жизни и кому по человеческому образу жизни вы бы порекомендовали подружиться поближе с совой? По характеру, может быть. Вот вы говорите, что это крылатые кошки. Да, крылатые кошки. Хорошо, у кого-то есть кошки, кто хочет сомнить на крылатую, но не всем же подойдет сова. Ну, сова, конечно же, меня многие спрашивают, как же, что же. Я не могу посоветовать, потому что это очень сложное содержание. Это не просто содержание, это нужно жить с совой, то есть, да, полностью посвятить ей, да, с ней образ жизни свой построить. Потому что уезжаете вы в отпуск, да, вы звоните своему другу и говорите, слушай, я уезжаю, возьми сову, вот тебе мышки, вот тебе крыски, почисти и покорми. Соответственно, не каждый даже знакомый, родственник согласится, да, сову принять. Да и мышку замороженную тоже трогать. Конечно, и думают, что так легко, пошел, купил колбаски, купил курочки, накормил сову, и она такая счастливая, довольная. То есть, вы контакт некий создаете с совой? Не поняла. Человек и сова, сова привязываются к вам? Да, конечно, конечно, естественно. Я приезжаю, меня сова слышит, не знаю, там, за 200 метров, как я уже шагаю, она уже ухает, там, филин ухает, кто-то стрекочет, вот. То есть, у них какие-то свои эмоции, радости. А, слушайте, а если я возьму у вас эту самую петельку, ко мне пойдет? Вы можете, Лунтик, руку, вот, смотрите, так. Да, Лунтик. Лунтик, Лунтик, иди сюда, иди сюда. Лунтик, иди сюда. Лунтик. Лунтик, он на улице, конечно, очень хорошо гуляет, прыгает. Лунтик, сейчас он просто... Лунтик, пойдешь ко мне? Да, он сейчас просто... Лунтик, ну, если только я могу пересадить. Давайте попробуем пересадить. Лунтик. Присядет Лунтик. Так, а он пригрелся, смотри, давай, прыгай. Лунтик, будешь сюда идти? Давай. 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 Давай, давай, давай. Будешь прыгать? Да. Будешь переходить? Ой, молодец какой, ой, какой чудесный. Давайте. Вот так вот, раз. Да, друзья. Вы пальчик только, а то у вас тут потолки высокие. Вы думали, у нас тут видеокамера? Нет, это сова. Сегодня мы говорили о том, как в Петербурге встретить это замечательное животное, как завести его дома. И благодарим наших экспертов Галияна Сибурина, владелица 19-ти сов, и орнитолог Татьяна Петрова сегодня в полезном утре.